Здравствуйте, мои дорогие раки! Этот расклад для вас. Второй прогноз на май месяц 2019 года. Давайте посмотрим энергию месяца. Так, энергию месяца. Ну, основной темой месяца будет, конечно, справедливость. Вы как никогда будете желать доказать правду, найти справедливое решение. Будете выступать таким, знаете, примирителем, мировым судьёй для решения всех проблем. Ну, вот тема правды, тема честности и справедливости будет для вас очень важна. Ваша личность, видите, здесь шестёрочка Пентакли, карта благотворительности. Будет очень важна для вас тема помощи, взаимопомощи, какой-то благотворительности, помощи близким. Вообще, вы будете такие чувствительные. Луна всё-таки здесь в Тельце. Ну, она, конечно, связана больше с деньгами. Но тоже всё это будет связано у вас проигрываться с темой честности и справедливости. По-честному или по-справедливому. Или будете прорабатывать тему дипломатии и справедливости в этом месяце. Всё, что касается финансов ваших личных, ну, здесь будет такое активное желание либо потратить, либо заработать. Будет всё это сопровождаться эмоциями, совпадает король мечей. Да, деньги будут приходить, но также, в принципе, будут и уходить. Но здесь не стоит вообще эмоционировать. Тема справедливости для вас важна. Честные и правильные решения принимаются без эмоций, холодным, здравым умом и рассудком. Король мечей это умеют делать. Поэтому совершенно они не раки. Поэтому тема денег будет достаточно важна. И решения, принятые, касающиеся ваших финансов, будут сделаны правильно. Ну, любые темы, касающиеся отношений с родственниками, близкими и родными, ну, желательно здесь придерживаться какого-то своего стереотипа, ну, либо своего какого-то определённого мнения сложившегося. И также проявлять дипломацию, не эмоционировать и держаться своего какого-то привычного положения, ну, своего мнения относительно любых вопросов. Если есть возможность переложить это на другого человека, на другую женщину, сестру, либо даму огненную, даму жертвов, то переложите на неё решение этих вопросов, контактов. Если у вас стоит вопрос в том, чтобы поехать с женщиной в какое-то путешествие, какую-то поездку, то дайте право выбора женщине. Пусть она позаботится об этом. Любые вопросы, касающиеся недвижимости, лучше отложить на июнь месяц, потому что в мае месяце у вас будет недостаточно финансов для того, чтобы осуществлять какие-то либо сделки с недвижимостью. Ну, если вы их даже запланировали, то всё равно будут складываться какие-то обстоятельства, касающиеся финансов и ограничения финансов. Ну, вот желательно отложить на более поздний период. Касаемо любимых людей, месяц будет сопровождаться очень бурными фантазиями, эмоциями. Если у вас всё гармонично, то это будет связано с какими-то планами на будущее, с какими-то эмоциями, с какими-то фантазиями вашего партнёра. Если ситуация у вас качели, то у партнёра будет очень много каких-то страхов, конфликтов, конфликтных ситуаций, страхов потери. Ну, всё это эмоции, это семёрочка кубков. Вы должны понимать, что в мае месяце, в принципе, отношения с партнёром будут у вас хорошие. У вас будут отношения замечательные. Просто это вот желание сделать всё по справедливости, всё по-честному будет вводить вашего партнёра, вашего любимого человека в какое-то состояние непонимания вас. Он вас будет немножечко не понимать. А так, в принципе, ситуация хорошая. Кубки — это эмоции, это чувства. Единственное, вы будете слегка непонятны для своего любимого человека. Ну, если касается, если у вас есть дети, то лучше занять их какими-то интересными занятиями, связанными с мечтаниями, фантазиями. Либо просто проведите весело, поиграйте с детьми и побудьте какое-то время ребёнком. Делите им внимание. В мае месяце желательно не принимать каких-то важных решений, связанных с вашей работой, с вашей профессиональной деятельностью, потому что они будут сопровождаться излишними эмоциями и переживаниями. Лучше также отложить этот вопрос на другой период. А всё, что связано с вашими партнёрами по браку, — карты мир. Любые вопросы будут решаться вот с первой попытки. Как никогда вы будете своим партнёром на одной волне, как никогда вы будете слышать, чувствовать друг друга. И будете гармонично принимать любое решение в тандеме. Если стоит вопрос о деторождении, также очень хороший период для этого, для планирования детей, потому что здесь фантазия и иллюзия, а также карта мира — это символ ребёнка. Вопросы, связанные с финансами, кредитами, в конце мая можно рассмотреть. Будут хорошо приниматься решения. Если вы ждёте подписания какого-то контракта, для вас это будет очень выгодный контракт. Вы получите кредит, либо финансовое обеспечение на достаточно выгодных условиях для вас. Если вы как-то связаны с работой, связаны с работой с полицией, с милицией, не знаю, с военными какими-то действиями, простите, с военной службой, то также карта благоприятная. Здесь всё будет легко и быстро решаться. Здесь карта Божьего суда. Любые решения будут приниматься очень быстро, по справедливости, по честному, по справедливости. Будет наименьшее количество ошибок, наименьшее количество каких-то заблуждений. Если вы планируете на май месяц какое-то путешествие, то совершите его, пожалуйста, с любимым человеком. Либо в таком хорошем союзе, в тандеме с человеком, который будет гармонизировать обстановку, не будет создавать конфликтные ситуации. Конечно, вы лучший любимый человек, человеком, с кем вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. Очень благоприятное время для путешествий. Если вы будете решать вопрос, связанный с своей профессиональной деятельностью, конкретно с повышением вашей квалификации, либо с вашим карьерным ростом, очень хорошая карта для повышения и для осваивания каких-то новых должностей, новых профессий, либо новой деятельности. Здесь вы будете как-то быстро учиться, будете быстро принимать решения и будете очень быстро осваивать какие-то новые варианты и быстро находить варианты решений. Не самый благоприятный месяц для общения с друзьями. Желательно как-то, может быть, отложить, либо, если всё-таки такие встречи будут, то делать это тихо, втайне и без каких-то ярких мероприятий. Здесь будет какая-то трансформация очень серьёзная. Возможно, не могу сказать, что будут конфликтные ситуации, но, может быть, также будут связаны с каким-то справедливым решением. Но как-то сможете посмотреть иначе на своих друзей, на своё близкое окружение. Такое ощущение, что в мае месяце вам будет очень хотеться побыть наедине, потому что четвёрочка Пентакли – это такая зона комфорта. Вам очень будет хотеться полежать на диване, перед телевизором, побыть в тишине, вообще никуда не выбираться, не выдвигаться, а просто побыть наедине с собой в вашей комфортной обстановке, в зоне комфорта, в тишине, спокойствии. Скорее всего, вы не захотите не встречаться ни с друзьями, здесь карта смерти. Если вам не будет хотеться в мае месяце каких-то шумных кампаний, веселительных мероприятий, нет. Вам захочется лишний раз уединиться, побыть наедине с собой, подумать о чём-то высоком, духовном и просто побыть наедине с самим собой. Вот в любимом месте, в комфортном для вам месте и подумать о чём-то духовном, высоком. Совсем вот май месяц для раков не такой неактивный. Он больше будет связан у вас с духовными мыслями, с переоценкой, с поиском каких-то справедливых решений, с поиском каких-то правильных решений. Единственное, да, поездки с любимыми людьми можно будет совершить. Как никогда будет хороший период для того, чтобы прочитать очень интересную книгу, особенно философские темы. Такой достаточно спокойный философский месяц будет для раков в май месяц.